привет сегодня я еду за покупками на центральный рынок туниса и хочу показать свою поездку так как о моде сейчас говорить мне кажется не время постоянная наша жизнь обычная в тунисе может быть кому-то интересной тот кто собирается приехать сюда на каникулы либо тот кто уже тут живет может быть что-то интересное для себя услышал я еду из торгового центра под названием тунисмол сейчас мы находимся в районе который называется лак-2 лак-2 это район вокруг тунисского озера и он плавно перетекает в район лак-1 то есть озеро по которому мы сейчас едем это место которое построено в течение последних 30 лет стройка здесь началась в 80-е годы и богатые тунисские так называемые я тут читал исследование буржуа переезжали из медины в как раз эти районы вокруг озера потому что они полностью новые отстроены европейскими архитекторами все предусмотрено для комфортной жизни современных людей поэтому те кто побогаче они раньше жили в медине то есть центральной части столицы имели дома где-то на побережье а потом переехали уже соответственно в эти лаки мы проезжаем город культуры это такой модерновая модерновая постройка которой многим не нравилось люди говорят что не есть что-то сталинское но мне нравится тут и и опера у них есть и кинотеатр где хранится история тунисских фильмов они демонстрируются то есть такое интересное большое пространство его временно не достраивали пока была революция 2011 в тунисе а потом заново достроили сейчас будет одно из самых необычных зданий которые меня раньше смешило а теперь мне даже начало нравится сейчас мы его увидим она называется отель дюлак отель дюлак отель озеро это такое бруталистское здание вот она наконец-то появилась отеля который построили в 70-е годы для правительства хабиба бургиба хабиб бургиба это известный политический деятель тунисский сейчас он не работает этот отель ночи хотелось бы в нем пожить посмотреть как это вообще все выглядит и устроено необычно он выглядит привлекает очень много внимания своим внешним видом подъезжаем сейчас к центру к центральному рынку на который я собственно и планирую ехать на сегодня плохая погода к сожалению идет дождь прохладно но март март такой ветреный месяц один из самых ветреных тунис и кстати говоря поэтому как есть сейчас мы заехали на центральную улицу улицу хабиба бургиба того самого во время которого был построен отель это вот заезд на нее тут всегда куча такси очень много людей ходят автобусы люди здесь работают в большом количестве то есть это так называемый даунтаун тут и бизнес кстати кусочек отеля справа сейчас виднется здесь и бизнес и магазины и собственно все крутится вокруг той самой мединая и сука на ней сука это не ругательство сука это арабское название рынка и вся инфраструктура старой части туниса она вот все 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 здесь здесь есть станции метро чтобы близко люди могли приехать полиция попала в кадр и сейчас мы заезжаем на улицу хабиба бургиба как раз это улица с отелями с кинотеатрами с ресторанами если хотите окунуться в жизнь тунис это вот приезжайте на ее начало поднимайтесь по ней пешком вдоль всяких прекрасных отелей зданий которые построили здесь французские архитекторы улица перестроена во времена французской не хочется ее называть оккупацией но вот на французского управления французской колонии мы сейчас мимо будем приезжать очень красивых но видите немножко внутри обшарпанных зданий здесь находится красивейший отель карлтон просто полюбуйтесь на эту колониальную архитектуру были вдохновлены монмартером насколько я знаю при построении вот тут вот портье из карлтона а мы сейчас повернем в сторону центрального рынка еще немного красивых зданий и будем смотреть уже на улице центрального он еще называется центр виль по моему центральный городок центральная деревушка так называемая французские не очень знаю насколько мое скверное знание мне позволяет понять и уже внутри мы свернем на улочки на которых находится куча традиционных тунисских бизнесов которые тут еще с колониальных времен и со времен колонии османской империи и давным давно здесь эти люди уже находятся внутри вот этих маленьких улиц такой типичный тунисский дух хорошо заметить здесь маленькая табличка с именем мэтра на это тут на французский манер можно на домах увидеть таблички с родом деятельности людей там же они ведут прием то есть это могут быть адвокаты и доктора еще кто-то консультанты какие-то теперь мы сворачиваем на авеню картаж это большое большое авеню большая улица широкая который тоже находится много магазинов понятно в основном тунисских где люди покупают себе одежду обувь вот собственно сейчас мы на нее поворачиваем на эту авеню картаж тут вот и отель мигает и куча маленьких ресторанов идет стройка какая-то вот трамвайчик тут тоже ходят тунисский вечером здесь красиво но не очень безопасно то есть я лично никогда не сталкивалась и не с каким криминалом пока еще но слышала много истории о том что вот эти вот места центр города он опасен и для туристов и для местных здесь могут опоровать собственно это главное чего бояться и всяческие мелкие происшествия и стычки тоже пошел еще сильнее поэтому не знаю как мой поход на рынок состоится но будем надеяться что все будет хорошо я не сильно промокла вот дома тут на реставрации потому что конечно со времен революции город страна пришли в некоторый упадок то есть много грязи не очень убирают мягко говоря с вывозом мусора постоянные проблемы но тем не менее остатки французской архитектуры красивой эти балконы эти величественные здания и мы сейчас подъехали собственно с таксистом хочу показать вам вот такой вот дом красиво расписанный очень мне нравится он и остатки французской колониальной жизни ведь вот эти шрифты типичные и пижо видимо тут обслуживают это центральный вокзал туниса здесь люди приезжают насколько я понимаю на поездах никогда внутри не было но похоже поезда причаливают именно сюда то есть это такой центральный вокзал здесь выход из него выходим мы с вами сейчас на площадь барселоны и по ней пройдя здесь вот можете увидеть популярное местное занятие в пятницу приехать на это называется фриб ну то есть second hand это по-французски здесь очень многие одеваются ищут себе одежду обувь простыню какую-нибудь там постельное белье много чего детская одежда очень многие люди в тунисе одеваются в секонд-хендах пьют свежевыжатый апельсиновый сок он рублей наверное по 80 сейчас с новым курсом очень много всего здесь это правда не самый большой развал не самая большая барахолка туниса но тем не менее одна из самых таких вот центральных куда можно попасть есть еще на другой стороне вот от центрального проспекта хабиба бургиба а с правой стороны у нас сейчас будут но разные магазины то есть туниси покупают одежду и обувь заказывают в китае привозят в турции еще в каких-то странах уж не знаю где сами вроде не шведут то есть зайдем в обычный магазин с обувью акция 15 динар один динар сейчас стоит я думаю порядка 30 рублей то есть по 300 ой по 450 рублей за паром уведу китайская теперь мы с вами идем по одной из центральных улиц вот видите как раз те самые таблички чтобы люди знали где тут кто живет и кто чем занимается ну грязь и красивейший колумиальный архитектуры тут продается униформа в детских садах и школах детки носят вот такие вот костюмчики приятные здесь же детская одежда какие-то наборчики для новорожденных продаются женская одежда уже подходим к рынку здесь торгуют прямо на подходах керамической всяческой глазированной утварью домашней все очень дешевая это один из моих любимых магазинов тунисского национального костюма такой красивый дальше опять-таки французские дома уже немножко облезла и мусор а это здание центральной почты туниса очень красивая такое стиль сталинского сталинской застройки но очень мне нравится это улица называется улица англия это улица букинистов сейчас уже немножко заглухает это дело но тем не менее есть еще здесь несколько магазинов один из самых известных магазинов тут это букинистический магазин alibaba него очень много писали в газетах в начале коронавируса потому что его хозяин последние годы уже не может платить своим сотрудникам просто плюбуйтесь на эту улицу представляю себе какая она была роскошная раньше кстати говоря так вот хозяин этого букинистического магазина уже не может его поддерживать а это один из самых старых букинистических магазинов он еще в 50-е годы был открыт он был открыт еще при поддержке финансовой жившего здесь когда-то еврея теперь их уже здесь нет то есть в связи с социальными переменами он уехал годы когда тунис был деколонизирован после французского гнета над ним и соответственно в этот магазин перешел вот человеку который им сейчас владеет стали выходить всяческие газетные заметки о том что никто не покупает книги очень мало посетителей особенно во время коронавируса смотрите здесь очень непритязательный вход ничего интересного в нем нет но вы не обольщайтесь и не пугайтесь вот это один из его сотрудник вот собственно хозяин стоит женщины справа разговаривает а вот внутри есть два отдела здесь есть отдел вот с такими книгами более современными если вы попросите хорошо и вежливо того хозяин вас пропустят в глубину и там уже находятся книги 19 18 и начал 20 века отсюда собственно я и покупаю много чего много всяких старых книг с картами разнообразными здесь все такое новенькое относительно 70 80 года все по 5 динар написано 5000 но от трех рулей нужно поставить запятую чтобы понять сколько это в динарах здесь уже книжки немножко постарше но тоже 20 века вот собственно книга ибн халдуна муккадима так называемое введение в историю книга 14 века что у нас тут еще лежит так давайте посмотрим а это у нас шатобриан тоже французский писатель отец романтизма во французской литературе здесь что то что я не знаю что то происхождение христианства тоже какая-то очень очень потрепанная книга не знаю даже не знаю такого автора но должно быть все недорого все что в самом начале этого магазина но по сходной цене французских писателей тут много то есть тут конечно клад для знающих французский язык здесь о отец грио вот вам он рада бальзак мелкий торговец отдал все дочерям подобно королю лиро а дочери его доводят до нищеты так что много тут всего есть книги на английском языке как-то я находила мужу старую книгу на турецком языке вот собственно в глубинах этих книжных полок это еще новые книги прошу заметить вы можете найти о что-то знакомое например лев толстой анна каренина воскресенье книга спецоперации мир судя по всему связи с новыми изменениями тут уже что-то непонятное возвращаясь на улицу палил сильный дождь опять любуюсь этими домами восхитительными архитектурка потрясающая все все везде припарковано и время идти на рынок снова возвращаясь на улицу на которой находится это по моему улица шар-де-голе если я не ошибаюсь это потрясающе красивое здание тунисской почты центральное здание очень очень красивая тунисцы им гордятся ведь тут даже относительно чисто вокруг ну на прилавках все понятно все связано с россией в газетном киоске вот мы заходим на центральный рынок марша централь он основан еще в девятнадцатом веке назывался он когда-то по-арабски фундук эль хала что означает гостиница фруктов здесь были гидом и бассан который описывал как здесь пахнут прекрасно специи фрукты и овощи ну и рынок собственно процветает до сих пор это место притяжения для очень многих людей живущих в округе и есть такие как я кто приезжает вообще из других районов столицы чтобы посмотреть себя показать и купить вкусные дешевые еды то есть относительно места нашего проживания здесь еда конечно стоит примерно дешевле то есть мы платим здесь в два раза меньше если приезжаем тут продают хлеб свежий буквально вот с полок выпеченные лепешки багеты туристы очень любят хлеб финики финики здесь дорогие вот финики здесь не по-божески совершенно стоит и дальше идем вдоль прилавков сейчас сезон апельсинов мандаринов яблок все очень недорогое много всего красивого лимона зреют и биркомод то есть биркомод который брать лимона сладкий апельсины грейпфруты красивущие вот какие с румяными бачками посмотрите что немножко побитые потемневшие все равно вкусные за кирам за килограмм один динар это 30 рублей так что грех тут не жить в соседнем отделе овощник у того что справа я регулярно покупаю фрукты и овощи мы с ним уже давно знакомы зеленью так будет здесь фрукты красивые плоды кактуса до красненькие плоды кактуса очень симпатичные дальше маленькие лимоны еще плоды кактуса но зеленого цвета ну и вот собственно дяденьку которую я покупаю вкусный редис лук шалот огурцы огурцы в тунисе в основном гладкие очень короткий сезон когда огурчики продаются с пупырышками все-таки большую часть времени здесь они вот такие вот гладенькие и пришла моя очередь покупать вот тут сырная капуста продавец приготовил мне редиску уже стоит 1 за пучок рубль 50 то есть это примерно 45 рублей чуть поменьше собственно буду с ней готовить свой любимый салат с йогуртом вареным яйцом чуть-чуть майонеза и огурец здесь опять-таки поспевшие лимоны это кстати похоже будет берхамут написано верхамут и они уже стоят гораздо дороже то есть цена здесь 4 динар примерно 4 на 30 около 120 рублей а вот грейпфруты по 45 рублей за килограмм многие будут жать скоро соки кто-то будет замораживать вот лимоны из лимонов здесь делают местные сетранат то есть это лимонад такой сладкий негазированный который пьют в жаркую погоду со льдом очень выглядит все приятно привлекательно чисто на этом базаре здесь есть прямо отдельный платок с известным мужчиной который продает эти лимоны тоже себе возьму домой немножко чтобы добавлять в салаты мужа мы к соусу кладем эти лимоны бананы клубника кстати зря это уже продается их из машин эти клубничные огромные и на рынке и в лотках маленьких которые в каждом районе где торгуют собственно овощами и фруктами и сейчас мы с вами пойдем уже в другой отдел овощи я все которые могла посмотрела и купила хочу еще что нибудь интересное посмотреть вот это вот собственно соленья сыры и пряности в этих отделах люди тут не спеша проводят целый день всем зонтами на улице дождь но рынок крытый тут когда бывают французы но в основном местные то есть люди тут тунисты покупают сливочное масло сыр я тут пиво сыр но не очень удачно он стух через одни сутки поэтому не знаю буду ли я еще покупать здесь срок что там видимо был либо слишком натуральный вот мед мои родители очень любят такой мед он стоит по 300 400 рублей за банку него внутри орешки очень вкусная то есть ешь ложкой и там такие вот маленькие орешки плавают это мой любимый продавец пряностей регулярно покупаю обычно тут женщины иногда бывает мужчина здесь и перец и куркума и все виды молотых каких-то приправ я даже иногда их название не знаю не говоря уж об их вкусе но местные активно пользуются активно покупают поэтому все пользуется популярностью и тут тоже два приятных человека у них в этом лаке можно купить что-нибудь необычное например я здесь покупала никак не могла найти приправу для салата потушь люди тут регулярно пользуются руками что-то трогают щупают поэтому если вы человек брезгливый то не знаю готовлю походу на рынок но тем не менее интересно посмотреть сушеный инжир кстати выложим и вот эта красная горка это хариса тунисская такая острая паста из красного жгучего перца то что какие-то разные специи пряности круп уже тут продаются прямо на открытом обзоре и маленький человек пушистый вот и не сырный отдел все здесь продается тертый часто причем тут очень большая индустрия этого тертого сыра много всяких видов разных вкусов прошу обратить внимание сколько народу в этих сырных отделах тут крупы продаются тоже какие-то приправы лежат консервы мелкие то есть кто во что гораздо все продает женщин как видите в основном покрытые то есть это такое достаточно консервативное место не надо сюда приходить в коротких шортах и смущать людей вот собственно головки сыра здесь эдам продается здесь продается всякий белый такой молодой сыр приятный вот молодой человек мне сейчас даст сыр называется промашь апперсил то есть сыр с петрушкой вот он у меня пришел в холодильнике буквально сутки и когда мы сможем дочкой сели есть то оказалось что сыр уже стук видимо надо этот сыр было есть сразу но забираем его как бы ты не был вот еще котенок тут сидит рядом с молочным отделом и отправляемся по рынку дальше тут опять соленья какие-то люди покупают все на свете смотрите вот чтобы грязь стекала сделано такие углубления на дне рынка плюс а тут вот такая вот лошадиная голова эта часть рынка где-то мясники торгуют лошадиным мясом возвращаемся на продуктовый рынок возвращаемся на овощной рынок сейчас через него пройдем еще раз посмотрим через его другую сторону баклажаны лук этот красивый тыква лежит нарезанные на куски а я забыл купить картошки поэтому возвращаюсь чтобы купить несколько картофелем таким вот красивый крупный картофель очень вкусный немножко бывает почерневший но обычно не зеленый и редиска салат вот огурцы я понадеялась что с пупырышками монет не с пупырышками сейчас возьму их выглядят они в любом случае вкусно даже без пупырчиков и томата тунис и конечно общие фрукты очень вкусные здесь лежит всякая зелень красивая здесь есть укроп и зелень пенхеля похожие на укроп но несколько отличающиеся по вкусу пройдем в рыбную часть базара весь основном работают молодые мужчины если у других частях есть пожилые и женщины тут продавцы это люди моложе 30 лет обычно и здесь шумно как вы слышите все выкрикивают рекламу название того что они продают выкрикивают стоимость зазывают покупателей на кальмары тут торгуются чистит рыбу заодно на центральных лотках если хотите чтобы вам вашу рыбку почистили не забудьте дать один-два динара за то что вам помогают это сделать сначала не давал не знала новая подруга маша мне рассказала вот в середине сидят женщины которые торгуют пакетами если есть инвалиды пожилые люди на рынке то они в основном вот так вот зарабатывают и вам подсовывают под руку пакет берут за него 100 200 милей местных копеек то есть от 3 до 5 6 рублей здесь есть рыба всех видов всех сортов тунец морепродукты креветки всяческие маленькие сортинки которые как семечки практически можно жарить и есть ну не очень чисто но потом все убирают то есть я так понимаю потоками воды все это счищают тут господа маленький вот я собственно за ними пришла осьминожки я чищу сама дома сейчас мне их приготовят они свежевыловлены на эту страну утром даже скорее ночью уходят рыболовы и уже к 6 5 утра их возвращают домой и они привозят рыбку дальше нужно купить еще каких-то мелких морепродуктов чтобы сделать пасту на следующей неделе на этой же не хочу со свежими ворочаться возиться потому что после похода на рынок обычно никаких сил уже не остается хочется взять и спать и готовить что-то маленькое и не люди кстати когда хоть на рынок я смотрю обычно после его едят тут же где-то рядом в одних каких-то варил в одном из уличных кафе то низких беру креветки для пасты тоже вкусные свежими и достаточно дешевые я думаю что платила около 150 рублей за мешок креветок и дядя мне предлагает еще и кальмары взять него на них скидки какие-то сомнительные правда ну ладно так уж видимо и придется помочь танец кому бизнеса и помочь ему реализовать этот самый кальмар он как не может понять хочу ли я молодые штуки 2 килограмма а куда мне 2 килограмма непонятно ой воронила диньго вот мне показывают поднимаю мать вот такие вот кальмарчики маленькие симпатичные их не очень люблю чистить но тем не менее почему бы собственно этим не заняться два килограмма или две штуки приходится объяснять две штуки еще говорит бери мать пока свежие и вкусные но нету спасибо стоит они 19 динар за килограмм почти 20 динар но вкусно вкусно свежо все очень очень приятно вот собственно ко мне подошла женщина который придает пакета даю мелочь и она мне выдает черный пакет большой в которой я могу сложить своих рыбешек маленьких больших и маленьких собственно мой поход на рынок на этом заканчивается еще раз показываю вход туда и отправляюсь через небольшой лабиринт в сторону мединая мединая центральное место центра же туниса это рынок такой более сувенирной тканевой и там находятся так называемый баб аль баха ворота к морю ворота в море и около них удобно вызывать такси потому что все всегда знают куда приехать вот собственно сюда я обычно и вызывают такси здесь самое сердце собственно района здесь улица хабиба бургиба переходят его улицу франции по-моему и собственно начинается медина этим временем сел в такси и через тканевые магазины через маленькие лавочки красивые с разными тканями шторами и по прочими вещами для того чтобы шить одежду и какой-то текстиль продающие и фурнитуру я попаду домой но не очень легко на самом деле особенно в пятницу днем выбраться из центрального района в наш но я всегда с удовольствием еду в такси потому что двери заблокированы все безопасно и можно с удовольствием посмотреть в окно на людей побывать вот в этих вот узеньких узеньких улочках посмотреть кто что продает где что есть и потом вернуться можно было бы но тут какие-то пальто продают и шьют толь турецкий толь тунисский уж тут не поймешь не разберешь идет дождь сильный какие-то ремонтные мастерские багетные мастерские посмотрите на окна какие красивые французские окна как но кто там живет и что там происходит это для меня пока загадка может быть узнаю смотрите в общем то на прекрасные узенькие тунисские улицы тут тоже сидят букинисты кстати говоря делаются копии продаются новые старые книги какие-то пластинки газеты спасибо что сходили со мной на рынок рад была вам показать маленький кусочек моей тунисской жизни надеюсь вам понравилось это видео и в ближайшее время я хочу снять несколько роликов о тех местах районах городах туниса где мы с мужем и дочкой бываем где проходит наша жизнь и рассказать немножечко интересного чтобы когда мы уехали остались вот такие вот воспоминания задокументированные своим голосом и с моими роликами с моим видео рядом спасибо вам еще раз большое надеюсь что у вас все хорошо берегите себя будьте здоровы всем мира и хорошего дня пока пока